Здравствуйте! Давайте с вами распакуем ресивер G General Satellite 210 модель. Это ресивер, который пришел на обмен оборудованием, на замену старых 4,500, 9,300, 7,500, насколько я помню. Открываем коробочку и сверху видим наш ресивер. Размеры у него смехотворные по сравнению с предыдущими моделями G General Satellite. Вот у нас крепление, чтобы вешать его на стену, серийный номер, кнопка включения спереди, клавиш управления нет, сюда вставляется у нас карта. Вот эту пленочку обязательно удалять надо будет после установки, чтобы ресивер хорошо охлаждался. Сзади, значит, у нас мы видим гарантийную пломбу стандартную, выход антенны, USB, HDMI, CVBS, ну и три стандартных колокольчика. И R. А, это для инфракрасного приемника пульта, чтобы можно было ресивер спрятать, допустим, за плазму, а пульт хорошо работал. И разъем под блок питания. Дизайн такой, скажем, такой мини-маллистичный. Ну, главное, чтобы работал. Так, это сам ресивер. Давайте убираем его в сторонку. То есть подключать его можно стандартно HDMI и колокольчики. Если у вас дома старый телевизор, то там только щетка, то придется купить еще вам переходничок. Так, смотрим, что у нас лежит на дне этого ресивера. На дне у нас этого ресивера. Вот переходничок покупать не надо, он идет в комплекте. Вот он, переходничок, что у нас есть. Стандартный пульт. Триколор. Кабель. Колокольчики. Блок питания. Батарейки к пульту. И гарантия. Хотя, General Steelite заявил, что у них электронная гарантия. Ну, ждать еще только не на эти модели, либо не в этой партии. Так, унициальное руководство подключения и руководство пользователя Триколор. То есть у нас такой комплект этого ресивера.